Рустам Игоревич Литвинов Работал много лет на кафедре биохимии Казанского медицинского института. Последние 16 лет я работаю в Пенсильванском университете в Филадельфии в отделе клеточной биологии. Всю свою сознательную научную жизнь я занимаюсь проблемами биохимии свертывания крови, гемостаза и тромбоза. Я занимался этим, когда жил в Казани и продолжаю работать в этой области в Пенсильвании. В качестве заставки для моего первого слайда я выбрал картинку. Можно чуть-чуть свет приглушить, чтобы было виднее? Я выбрал сканирующую электронограмму эритроцитов. Это необычная форма эритроцитов, совершенно новая, которая была открыта в нашей лаборатории пару лет тому назад. Учитывая, что морфология эритроцитов изучается с 17 века, со времен Антония Левенгука, ожидать, что удастся найти какие-то новые морфологические варианты эритроцитов в 21 веке, было довольно трудно. Тем не менее, нам удалось это сделать. Это эритроциты, которые находятся в середине сжатого сгустка крови. Я об этом поговорю подробнее. Чтобы было понятно, о какой области медицины идет вообще речь и о каких проблемах, я сделаю несколько очень простых иллюстраций, которые понятны врачам, но могут быть полезны не врачам. Это синяк или гематома, который означает подкожное кровоизлияние. Значит, разорвались микрососуды, из которых кровь вышла в подкожную клетчатку. Гемофилия – хорошо известное наследственное заболевание. Венозный тромбоз, к сожалению, довольно часто распространенная патология, когда тромб закупоривает вены нижних конечностей, нарушается кровоток, нарушается отток интерстициальной жидкости, развивается очень тяжелое осложнение. Одним из самых тяжелых осложнений является тромбоэмболия легочной артерии. Когда по каким-то непонятным причинам кусочек тромба отрывается в вене и стоком крови несется в систему легочной артерии. Если этот эмбол блокирует маленькую веточку, то тогда возникает инфаркт легкого в ограниченном масштабе. Если блокируется основной ствол легочной артерии, то поражается почти все легкое и летальность при этом состоянии очень высокая. Коронарный тромбоз, более известный всем как инфаркт миокарда, когда тромб блокирует ветку коронарных сосудов и сердечная мышца, которая кровоснабжается из этого сосуда, омертвевает. Это классическая коронарограмма. Вы видите, что контраст проходит во все сосуды сердечной мышцы, кроме одного участка, который блокирован тромбом. Ишемические геморрагические инсульты. Тромбоз церебральной артерии приводит к участку инфаркта мозга. Если стенка сосуда разрывается, возникает геморрагический инсульт. Что объединяет все эти виды патологии, все эти патологические состояния? Их объединяет то, что патологический процесс протекает внутри сосуда. Он характеризуется либо повреждением сосудистой стенки, либо стенка остается неповрежденной, и свертывание крови происходит внутри кровеносного сосуда. Все это вместе называется нарушение гемостаза. Гемостаз, слово, происходящее от греческих слов «хема», «кровь» и «стасис», «остановка», это биологическая система, которая обеспечивает с одной стороны сохранение крови в жидком состоянии, а с другой стороны предупреждение остановку кровотечений. Гемостаз выглядит, как в упрощенном таком представлении, как закупорка дырки, образовавшейся в стенке кровеносного сосуда. В это отверстие сначала устремляется, кровь вытекает в экстравазальное пространство, а потом в этом месте образуется комплекс из активированных тромбоцитов и фибрина, который наподобие механической пробки закрывает эту дырку и препятствует кровотечению. Это довольно упрощенное представление, но, по крайней мере, понятно, о чем идет речь. Гемостаз ин-виво протекает вот так. Это витальная микроскопия конфокальная, сгустка тромба, которая образуется в месте повреждения под действием лазерного луча. Разные компоненты тромба имеют разную флуоресцентную окраску. Вы видите, что основу тромба составляет фибриновый каркас, поверх которого прилипают активированные тромбоциты. Вот так выглядит электронная микроскопия коронарного тромба, который извлечен из коронарного сосуда больного инфарктом миокарда с повышенным сегментом СТ. Здесь разными цветами покрашены все основные участники этого патологического процесса. Вы видите нити фибрина, это структурная основа сгустка, вы видите красные эритроциты, которые запутываются в этой нити, вы видите серые тромбоциты, либо единичные, либо в виде агрегатов, которые прилипают к волокнам фибрина. И вот здесь затесался один лейкоцит. Существует гемостатический баланс между кровотечением и внутрисосудистым свертыванием крови. Этот баланс очень чувствителен к любым внешним воздействиям. Любое изменение этого баланса вызывает патологию, либо по типу кровоточивости, что чревато кровопотерей, либо по типу внутрисосудистого свертывания, который лежит в основе тромбоза. И то, и другое, это смертельно опасные состояния, и люди во всем мире работают над тем, чтобы научиться предотвращать, диагностировать, предупреждать, лечить эти нарушения. Компоненты гемостаза очень многочисленны и очень много разных участников этого процесса. Они примерно, условно разделяются на плазменный тромбоцитарный сосудистый гемостаз. Очень условно. В организме очень трудно их различить, но для дидактических целей такое разделение существует. Лучше всего изучен плазменный гемостаз, или то, что мы называем свертыванием крови. Это современное представление о совокупности биохимических реакций, которые приводят к свертыванию крови. Не беспокойтесь, я не буду описывать каждую из них. Скажу только, что свертывание крови может инициироваться по внутреннему пути, путем контакта с поврежденной или заряженной поверхностью, или по внешнему пути, путем контакта крови с так называемым тканевым фактором, который экспрессируется на поверхности многих клеток. С чего бы ни начиналось свертывание крови, оно заканчивается образованием активного тромбина и превращением фибриногена в фибрин. Я показал эту схему для того, чтобы проиллюстрировать, как знание молекулярных механизмов помогает в диагностике нарушений системы свертывания крови. Гемофилия А, наиболее распространенный вариант наследственного нарушения свертывания крови, это дефект вот этого белка, обозначаемого римским фактором 8. Гемофилия Б, это дефект белка, обозначаемого римской цифрой 9. Кроме гемофилии, есть противоположные состояния, когда организм предрасположен к тромбозу. Такое состояние по контрасту называется тромбофилией. Сравнительно недавно оказалось, что в этом часто виноват пятый фактор свертывания крови. Это белок, который в норме разрушается другим ферментом, активным протеином С. Оказывается, что в некоторых людей фактор пятый имеет мутацию, которая делает его нечувствительным к расщепляющему действию протеина С. Так называемая лейденская мутация. И она встречается у довольно большого числа людей, которые страдают от тромбофилии. Антитромбин-3. Один из мощнейших физиологических антикоагулянтов. Но оказалось, что его роль в тысячи раз возрастает, когда в кровь попадает гепарин. Антикоагулянт, который широко применяется в клинике. Оказывается, гепарин действует не сам по себе. Он образует комплекс антитромбином-3. В несколько тысяч раз увеличивает его активность. Ну и так далее. Каждый из ферментов, каждый из белков и участников этого каскада может быть причиной патологии, которая проявляется либо склонностью к кровотечению, либо склонностью к тромбозу. В диагностических целях эту сложную систему можно разбить на более простые составляющие. Например, если инвитро инициировать свертывание не сначала, а на конечной стадии тромбином, то вот белым здесь показаны те белки и те реакции, которые будут определять тромбиновое время свертывания. Широко применяется протромбиновое время, когда свертывание инициируется тканевым фактором по внешнему пути. И здесь белым цветом выделены те реакции, те белки, которые участвуют в процессе свертывания крови по внешнему пути. С помощью протромбинного времени можно оценить, как работают вот эти белки. Это часть всего ферментативного каскада. Если индуцировать свертывание крови по внутреннему пути, этот тест называется АЧТВ, активированное частичное тромбопластиновое время, то можно проследить каскад ферментативных реакций всех, кроме тех, которые участвуют в свертывании крови по внешнему пути. То есть знание молекулярных механизмов, ферментативных реакций, ингибиторов и активаторов, которые участвуют в свертывании крови, дает очень богатый материал для диагностики нарушения гемостаза, которые сейчас все точнее и точнее и внедряются практически во все лаборатории. И все же структурной основой сгустков и тромбов является полимерный белок фибрин, на исследовании которого сосредоточены в основном усилия нашей лаборатории. Фибрин – это полимер. Вот так он выглядит после трехмерной реконструкции в конфокальном микроскопе. Вы видите, что это гомогенная трехмерная сеть, довольно порозная, в которой есть прямые филаменты, это полимеры фибрина, между которыми пустые пространства, заполненные жидкостью. В зависимости от условий формирования фибрин может иметь разную структуру. Вот так он выглядит в сканирующем электронном микроскопе, когда образуется в бестромбоцитной плазме, инвитро. Вот так он выглядит, когда образуется в присутствии тромбоцитов, видя, что структура сгустка совершенно другая. Волокна как бы и радиируют, исходят из тромбоцитарных агрегатов, которые выделяют прокоагулянты, способствующие образованию фибрина. Если фибрин формировать в условиях тока жидкости, приблизив таким образом ситуацию к физиологической, то он образует направленные волокна по оси тока крови. Это так называемый микрофлюидикс эксперимент, которые сейчас очень широко распространены. Наконец, вот фибрин, который образовался в коронарном сосуде инвиво. Как видите, в зависимости от условий формирования, структура и свойства фибрина могут быть очень и очень разные. Знание о том, как формируется фибрин, породило некоторые новые методы для диагностики нарушения гемостаза. И одним из таких методов является метод тромбодинамики. Идея метода очень проста. В кювету помещается плазма крови, который начинает свертываться с одного конца, с одного края. И процесс нарастания фибринного сгустка сверху вниз фиксируется с помощью оптической системы. Вот здесь видно, как выглядит эта ситуация через 5 минут, через 15 минут, через 30 минут после начала свертывания. Вот здесь поподробнее видно, как в плазму опускается пластинка активатора. Это пластик, на котором иммобилизованы молекулы тканевого фактора, индуктор свертывания крови. И вокруг этого активатора начинается формирование фибрина. Фибрин формируется сверху вниз. Вот здесь эта схема со вставкой активатора. А здесь показаны разные варианты скорости формирования фибрина. При пониженной свертываемости крови, вы видите, он формируется очень медленно, только-только появляется через 25 минут. В норме он формируется быстрее. А в условиях гиперкоагуляции, то есть повышенной свертываемости крови, скорость формирования фибрина очень большая, вплоть до того, что он формируется и даже вне зависимости от контакта с активатором. Все это можно проследить кинетически, и у этой кинетической кривой есть свои количественные параметры, характеризующие норму и патологию. У этого метода есть две примечательные особенности, на которых я хотел бы остановиться. Первый – это, пожалуй, единственный метод, который воспроизводит формирование сгустка крови так, как это происходит в сосуде. От стенки, где произошло повреждение, внутрь просвета. Поэтому этот метод называется «пространственная тромбодинамика», и он дает информацию, которую, возможно, не дают другие методы. А вторая особенность этого метода, которую я хочу подчеркнуть, это чисто российский метод. Он был изобретен в Москве, его автор – профессор Фазли Аттаулаханов, биофизик, который работает на кафедре биофизики МГУ, и он создал фирму «Гемокор», которая делает приборы, коммерческие приборы. Этот метод сейчас находит все больше и больше применений в практике и в России, насколько я знаю, за рубежом. Мы с профессором Аттаулахановым сотрудничаем, он очень хороший ученый. У фибрина есть целый ряд совершенно уникальных свойств. Одно из них – это уникальная растяжимость. Вот здесь показано, как фибриновый сгусток может быть растянут без разрыва в 4-5 раз. Если учесть, что концентрация фибриногена в плазме крови от 2 до 4 грамм на литр, то есть от 0,2 до 0,4%, то значит концентрация фибрина в сгустке всего-навсего в среднем 0,3%. Значит, 99,7% массы – это вода, это жидкость. И тем более удивительно, что этот очень порозный, очень открытый гель может претерпевать такие многократные деформации без разрыва. Мы всегда недооценивали роль механики в вопросах гемостаза. Мы всегда изучали, как молекулы взаимодействуют друг с другом, как фибрин образуется, как он растворяется. Мы никогда недооценивали того обстоятельства, что, в общем-то, закупорка просвета, закупорка отверстия в сосудистой стенке в условии гидродинамического кровотока – это ведь механическая задача. И от того, насколько сгусток прочен, насколько он хрупок, насколько он растяжим, в значительной степени зависит исход того, как он делает свою работу. Когда мы стали искать структурные основы растяжимости фибрина, мы пришли к выводу, что значительную роль в этом играют чисто молекулярные аспекты, те, о которых никто никогда не думал. Вот так выглядят молекулы фибриногена и мономерного фибрина в атомно-силовом микроскопе. Это элонгированные молекулы длиной примерно 45 нанометров. Но мы научились смотреть не только на мономеры, но и на ранние олигомеры фибрина – димеры, тримеры, более длинные олигомеры. Мы научились их формировать и визуализировать с помощью атомно-силового микроскопа. Но это полдела. Мы научились их растягивать. Мы научились растягивать отдельные молекулы олигомеров. Как это делается? Олигомер кладется на поверхность, слюды, например, и затем на него опускается наконечник кантиливера от ватоносилового микроскопа. Затем мы начинаем тянуть вверх и вытягиваем эту молекулу. Сила вытяжения увеличивается. Затем в какой-то момент происходит развертывание структуры молекулы белка и провисание. Сила падает. Так повторяется несколько раз до тех пор, пока мы не получаем кривую, называемую кривая силы расстояния. По величине пиков, по расстоянию между пиками мы можем определить, какие именно элементы олигомера развернулись. Мы строим различные графики и определяем с точностью до нанометров, какие структуры развернулись. Чтобы окончательно подтвердить происходящее, мы делаем молекулярную динамику. Здесь видно, как инсилико в компьютере отдельная молекула мономерного фибрина разворачивается. Мы знаем, в какой последовательности развертываются глобулярные домены этой молекулы. И, в общем, знаем молекулярный механизм растяжимости фибрина. Возникает вопрос, какое все это отношение имеет к кровотечениям и тромбозам. Оказывается, что если, основываясь на этих знаниях, мы научимся регулировать механические свойства фибрина, мы найдем совершенно новый способ управления этим процессом. Мы можем либо стабилизировать, либо дестабилизировать отдельные элементы структуры молекулы, которые помогут в этом деле. И вполне возможно, что исследования профессора Варника ускорят этот процесс и помогут нам из миллионов и миллионов потенциальных кандидатов отобрать те 10 тысяч, которые заслуживают исследования. Второй важный компонент любого гемостатического процесса – это тромбоциты. И здесь моя часть доклада перекликается с тем, что говорил профессор Варник. Тромбоциты могут быть в состоянии покоя, так называемые покоящиеся или resting platelets. Они могут быть в состоянии частичной активации и полной активации. Активация тромбоцитов под действием химических стимулов сопровождается значительным изменением их формы и способностью к агрегации. Почему они начинают агрегировать? Потому что одним из биохимических последствий активации является появление на поверхности мембраны активного интегрина – альфа-2бета-бета-3. В покоящихся тромбоцитах он существует в неактивной форме, в согнутом состоянии. А при активации тромбоцитов молекул выпрямляется и приобретает способность связывать свои излюбленные леганды, которые есть в крови. Таким легандом являются молекулы фибриногена. Вот на этой схеме видно, как две молекулы интегрина, принадлежащие разным клеткам, разным тромбоцитам, связываются между собой двухвалентной молекулой фибриногена. Это тот механизм, с помощью которого фибриноген опосредует агрегацию тромбоцитов. Если нет фибриногена, то нет агрегации. Взаимодействие фибриногена с интегрином является жизненно важным процессом. И в докладе профессора Варника было проиллюстрировано, что ингибиторы этого процесса уже используются сейчас в клинике. Их, по крайней мере, три, которые официально разрешены и прошли все этапы испытания. Но результаты их применения уже не удовлетворяют врачей, хотя первоначально они были очень хорошими. Потому что ситуация оказалась несколько сложнее, чем мы себе представляли. Оказалось, что интегрин может существовать не только в двух конформациях, открытой и закрытой. А их существует, по крайней мере, восемь доказанных сейчас. И все они обладают разной степенью афинности. Оказалось, что интегрин связывается не только с фибриногеном, но и фибрином. И при этом специфичность, сродство и другие термодинамические и кинетические параметры связывания совершенно другие. Поэтому нужно искать новые ингибиторы с новыми свойствами, которые бы улучшали ситуацию. Свойства тромбоцитов очень важны для диагностики. Поэтому одним из первых был разработан метод изучения агрегации тромбоцитов по светопропусканию. Плазма без тромбоцитов принимается за 100% по светопропусканию. Плазма богатой тромбоцитами принимается за 0%. А потом в суспенсе тромбоцитов активируется. И по мере того, как тромбоциты агрегируют, плазма просветляется. Это видно оптически и строится как кинетическая кривая, называемая агрегатограммой. Агрегатометрия – один из методов современных диагностики нарушения гемостаза, обусловленных дисфункцией тромбоцитов. Используются физиологические активаторы тромбоцитов, такие как тромбин, коллаген и адреналин. Помимо активации тромбоцитов, сопровождающейся их агрегацией, мы обратили внимание на то, что активированные тромбоциты испускают из себя микрочастицы, называемые микровизикулами. Здесь трансмиссионная электронная микроскопия тромбоцитов, и вы видите, что рядом с ними существуют фосфолипидные пузырьки, микровизикулы. Они образуются при разных способах активации тромбоцитов. Это одна из очень современных тем микровизикулы клеточного происхождения. Они образуются не только из тромбоцитов. Практически все типы клеток способны образовывать микровизикулы, отшнуровывая их от плазматической мембраны и выпуская в кровоток или в внеклеточное пространство. Неудивительно, что микровизикулы, которые очень маленькие, меньше одного микрона, несут на своей поверхности все те же самые белки, все те же самые антигены и рецепторы, которые свойственны их родительским молекулам. Их много, и они обладают разными свойствами. Я обращу ваше внимание только на одно, связанное с гемостазом. Оказалось, что микровизикулы способны садиться на волокна фибрина. Вы видите здесь на сканирующей электронограмме, и таким образом видоизменяют структуру и свойства фибринового сгустка. Если суммировать эффекты микровизикул тромбоцитарного происхождения на гемостаз, то они могут влиять на образование тромбина, они могут изменять скорость превращения фибриногена в фибрин, структуру сгустка и изменять его чувствительность к плазмину, то есть лизису. Тромбоциты стали, простите, микровизикулы стали настолько важным маркером патологических изменений, что метод проточной цитометрии сейчас применяется достаточно широко во многих лабораториях для определения количества микровизикул в крови. Вот на этих дот-плотах видно пятно, соответствующее микровизикулам, а здесь этого пятно нет, потому что микровизикулы были удалены из плазмы крови. Последняя часть моего сообщения будет посвящена сравнительно малоизученному аспекту гемостаза, который называется контракция или ретракция сгустка крови. Большинство исследований в области гемостаза заканчиваются в момент образования сгустка. Измеряется время образования, измеряются условия образования. Сравнительно мало внимания было уделено тому, что же происходит со сгустком после того, как он образовался. В лучшем случае изучаются процессы его последующего растворения. Но оказывается, что сгусток подвергается очень сильному ремоделированию. И одним из компонентов или форм этого ремоделирования является сжатие или контракция сгусток крови. Если сгусток крови взять из сосуда и поместить в пробирку, через какое-то время он сожмется до 1,1 первоначального объема. При этом выделит сыворотку крови, которая используется в биохимических реакциях. Возникает вопрос, это реакция только ин витро или это происходит и в организме тоже. Есть веские основания предполагать, что в организме это тоже происходит. Если говорить о гемостазе, то реакция контракции кровяного сгустка или тромба может способствовать стягиванию краев раны и упрочению гемостаза. Если говорить о тромбозе, то контракция тромба может уменьшать обструкцию просвета и улучшать кровоток в обход тромба. Если говорить об истечении крови в рану, то контракция сгустка в ране способствует стягиванию краев раны, ее заживлению. Кроме того, контрактированный сгусток служит механическим препятствием на пути проникновения в организм бактерий, токсинов и других продуктов воспаления. Вот это те самые клетки, которые я показал в самом начале на первом слайде своей презентации. Когда мы посмотрели в электронном микроскопе середину контрактированного сгустка, мы не поняли, что это такое. Это нечто совершенно не биологическое, это нечто красивое и искусственное. Понадобилось время, чтобы понять, что это эритроциты, которые подверглись механическому сжатию. Оказалось, что сила, которую развивают тромбоциты в процессе контракта и сгустка, достаточно велика для того, чтобы вызвать деформацию эритроцитов и придать им форму многогранника. Поскольку многогранник по-английски полиэдрин или по-русски полиэдр, эти клетки получили название полиэдроцитов. Они опровергают устоявшееся представление о том, что эритроциты не участвуют в реакциях свертанной крови, что они не важны для гемостаза и служат нечто вроде механической примеси, которая рядом, но ничего активно не делает. Потому что тромбоциты, претерпевшие это изменение, радикально меняют механические свойства сгустка, они меняют его проницаемость, они меняют его чувствительность к фибринолизу, о чем я упомяну, и целый ряд других свойств. Нас могут упрекнуть в том, что то, что мы видим, это артефакт, связанный с приготовлением образцов для сканирующей электронной микроскопии. Там довольно жесткие воздействия, и кто знает, что мы с ними делаем, с этими клетками, что они потом сами на себя становятся непохожи. Чтобы ответить на этот законный вопрос, мы сделали конфокальную микроскопию, покрасив части эритроцитов, и в гидротированном, живом, естественном сгустке, без всяких химических воздействий, мы увидели то же самое. Сейчас, незадолго до моего отъезда в Казань, мы получили трехмерную реконструкцию отдельных эритроцитов, так что мы можем посчитать количество граней, размеры. Этим феноменом очень заинтересовались математики, и мы даем им материал для математического моделирования такой механической трансформации. Кстати говоря, если вы внимательно посмотрите, вы наверняка найдете примеры образования многогранников в природе, в биологических объектах. Но лично мне больше всего нравится пример, связанный с зернами граната, которые имеют точно такую же форму. Изучение контракции привело нас к тому, что мы разработали метод изучения гемостаза, который основан на том же принципе, который используется в тромбодинамике в методе профессора Таулахана. Но если в тромбодинамике прибор изучает скорость образования, интенсивность образования сгустка, то мы решили, что он точно так же должен быть чувствительным к скорости уменьшения сгустка. И так оно и получилось. Мы в эту же кювету вставляем сгусток, индуцируем ретракцию, и мы видим, как размер сгустка постепенно уменьшается. И это можно отразить кинетической кривой, извлекая из нее количественные параметры процесса. Вот так это выглядит в приборе. Вы видите, что сгусток уменьшается в объеме, и это объективно фиксируется прибором. Это не на глаз, это не субъективная оценка, а абсолютно количественная объективная оценка. Почему надо смотреть на кинетику? Почему нельзя посмотреть степень ретракции сгустка через 20 минут, допустим? А вот почему. Потому что при одной и той же конечной степени ретракции ход кривой может быть совершенно отличным. Фазы этих кривых могут быть совершенно разные. И мы это доказали. Стал вопрос о том, как контракция сгустка будет менять его чувствительность к лизису, действию тромбоэлитических ферментов. Это особенно актуально для тромбоэлитической терапии, шимических инсультов и ряда других состояний. Оказалось, что это тоже можно проследить в приборе. Вы видите здесь два сгустка. Один из них сформирован в присутствии ткани в активаторе плазминогена, второй без. И вы видите, что контрактированный сгусток лизируется и бесследно исчезает. Этот процесс тоже может быть выражен в виде кинетических кривых. И здесь показано, что сгусток подвергнутой контракции лизируется гораздо быстрее, чем контрольный сгусток, где контракции не произошло. Оказывается, что эритроциты, их объемное содержание или гематокрит существенно влияют на скорость контракции. Здесь на глаз видно, что чем больше гематокрит, тем больше объемная доля эритроцитов, тем меньше степень контракции конечного сгустка. Все это можно характеризовать в виде кинетических кривых. Здесь мы сравним степень контракции. Имеет ли это практическое значение? Колоссальное. Потому что есть очень много патологических состояний, которые сопровождаются повышенным содержанием эритроцитов в крови. Я не говорю об эритремии и других гематологических заболеваниях, но очень часто гемоконцентрация при многих патологических состояниях сопровождается увеличением концентрации эритроцитов и гематокрита. Наконец, мы перешли к изучению ретракции тромбоцитов при тромботических или предтромботических состояниях. Я приведу только три примера. Это серповидно-клеточная анемия, шимические сульты, тромбоз глубоких вен. Серповидно-клеточная анемия – это первая, наверное, молекулярная патология, которая была расшифрована. Наследственные заболевания связаны с точечной нутацией в шестом положении бета-цепи гемоглобина. Глютаминовая кислота заменяется на валин, но это не так важно. Важно, что эритроциты, внутри которых содержится этот гемоглобин, имеют совершенно другие механические свойства. И мы показали, что в присутствии эритроцитов больных серповидно-клеточной анемии степень контракта существенно снижена. При ишемическом инсульте степень контракта значительно снижена по сравнению со здоровыми донорами. То же самое происходит при тромбозе глубоких вен. Другими словами, при тромбозе тромб или сгусток, который образуется в сосудах, обладает пониженной способностью к сжатию. Что это значит клинически? Это значит, что этот сгусток будет более окклюзивным. Он будет больше перекрывать просвет сосуда, чем в условиях, когда контракция не нарушена. Мы показали, что при ишемическом инсульте под влиянием ряда механизмов степень контракции увеличивается. И это, по-видимому, является компенсаторным механизмом, который позволяет реканализировать хотя бы частично окклюзированный сосуд и восстановить кровоток в пораженном участке головного мозга. Я хочу показать один из моих любимых слайдов, который довольно наглядно показывает, что мы знаем и что мы не знаем. Мы все время работаем над тем, чтобы увеличить вот эту верхнюю часть айсберга. И все бы было хорошо, если бы при этом одновременно не увеличивалась его подводная часть. Чем больше мы узнаем, тем больше оказывается, что подводная часть растет. Ну и возвращаясь к теме нашей конференции «Трансляционная медицина», где путь от молекулы до человека тернист и сложен, он возможен только при одном условии, если мы будем понимать, что нет ничего практичнее хорошей теории. В заключение я хочу поблагодарить всех коллег, с которыми я имею счастье работать. Это сотрудники Open Lab белково-клеточного взаимодействия КФУ, которая с недавних пор вошла в центр КФУ РАСА. Это сотрудники Казанского медицинского университета. Это сотрудники межрегионального клиника диагностического центра в Казани. Это фирма Гемокор в лице Атаула Ханова. И это мои коллеги в Пенсильванском университете, с которыми мы работаем. Благодарю вас за внимание. Аплодисменты.